Заказывать мясо в ресторане нужно правильно, особенно если речь идет о мясном фарше, который используется в бургерах. Почему? При перемалывании куска до нужной консистенции бактерии с поверхности мяса могут попасть в фарш. Из-за этого блюдо может стать опасным. Если котлету в бургере заказали с кровью, значит степень прогрева мяса не уничтожит болезнетворные бактерии или вирусы. Кстати, стейки с кровью не так опасны. Когда внешний слой мяса обжаривается на сильном огне, оно становится безопасным. Те же правила работают, если вы готовите дома. Специалисты рекомендуют прогревать целые куски мяса минимум до 60 градусов, прежде чем подавать их на стол. Рыбу необходимо разогреть до 63 градусов, а мясной фарш минимум до 71. Птицу или заранее приготовленное мясо, например, хот-доги, нужно нагреть до 74 градусов. В следующий раз, когда будете заказывать напиток в ресторане, воздержитесь от дополнений к нему. Большинство напитков подают с ломтиком лимона или лайма, а другие – с клубникой или оливками. Но не все их можно есть. Все потому, что санитарные правила для барменов не похожи на те, которых придерживается персонал, работающий на кухне. Иногда они могут неправильно хранить фрукты или даже надолго оставить нарезанный лимон прямо на баре. У некоторых барменов зачастую много заказов, и они могут вообще забыть помыть руки. Просто пейте только напиток, и вам ничего не угрожает. То же самое касается воды из-под крана. Скорее всего, именно такую вам принесут в ресторане просто потому, что она всегда в наличии. Лучше заказывайте бутилированную воду, потому что в ней нет хлора или гербицидов. Да, она немного дороже, но зато потом не придется идти к врачу. Если вы останавливаетесь на отдых в отеле, там наверняка есть шведский стол, но лучше им не пользоваться. Во-первых, вы не можете знать, как долго там лежит еда. Более того, не все посетители соблюдают элементарные правила гигиены. Некоторые накладывают еду на тарелки руками, не используя вилки или ложки. Из-за этого легко можно подхватить простуду или даже гриб. Но если вы не хотите пропускать шведский стол, выбирайте тот, где есть возможность подогреть еду. Постарайтесь следить за тем, какие продукты должны быть теплыми, а какие холодными. Сыр, например, не должен достигать комнатной температуры, а супы и мясо всегда нужно есть горячими. Собираетесь встретиться с друзьями и поужинать в ресторане? Тогда лучше не заказывайте хлебную корзинку. Большое количество мучного вряд ли принесет вам пользу, только лишние калории. К тому же хлеб могли не нарезать специально для вас, а взять то, что осталось от предыдущих посетителей. То же самое касается закусок в баре. Вы никогда не узнаете, сколько людей трогало тот самый попкорн или арахис до вас, или как долго закуски просто стояли на баре, прежде чем их подали вам. Старайтесь не заказывать рыбу по понедельникам, как бы сильно вам этого не хотелось. Некоторые повара утверждают, что в понедельник рыбные блюда готовят из филе трехдневной давности. Большинство рынков морепродуктов не работают по выходным, поэтому нельзя быть уверенным в том, что рыба, которую подают в понедельник, свежая. Если в местной бургерной на столе всегда стоит кетчуп, постарайтесь не добавлять его к картофелю фри. Некоторые официанты говорят, что если две бутылки кетчупа наполовину пустые, их могут смешать. Нельзя узнать срок годности или сколько времени кетчуп простоял на столе. Это не только вредно для здоровья, но и может испортить вкус блюда. Закуски тоже не лучший выбор. Конечно, нужно себя баловать, но дело в том, что у большинства ресторанов их очень много. К тому времени, когда вам подадут основное блюдо, вы уже будете сыты. Для того, чтобы не переедать, в следующий раз откажитесь от арахиса или чипсов. Возможно, вы думаете, что стоит заказать салат, но это тоже не лучшая идея. В состав большинства из них часто входит что-то жареное, много соуса и орехов. В небольшой порции салата может быть больше калорий, чем в основном блюде. Поэтому перед тем, как сделать заказ, обязательно спросите у официанта обо всех ингредиентах и их количестве. Если после ужина вы захотите попросить упаковать оставшуюся еду с собой, сразу же отправляйтесь домой. Если коробка будет долго находиться на улице, еда может испортиться, не говоря уже о том, что на вкус она тоже будет не очень. Так что, если планируете пойти по магазинам или посмотреть фильм после обеда, лучше не забирайте еду с собой. Второй самый дешевый напиток в меню ресторана может хранить небольшой секрет. Конечно, вы всегда можете заказать его, но во многих ресторанах второй по дешевизне напиток обычно тот, за который платят меньше всего. Лучше всего выбирать напиток, рекомендуемый ресторанам. Обычно это лучшее соотношение цены и качества. И дорогие, и бюджетные рестораны могут добавить в ваш напиток лед по запросу. Но это может быть небезопасно, потому что ледогенераторы не всегда хорошо чистят. Некоторые официанты и персонал признавались, что видели вокруг него плесень или пыль. Поэтому лучше просто попросить свежеохлажденный напиток, который, скорее всего, будет в закрытой емкости, потому что большинство ресторанов открывают бутылки с газировкой прямо перед вами, чтобы вы знали, что она безопасна. В мороженом, которое заказывают на десерт, не так много калорий, но есть один недостаток. Во многих ресторанах цена за порцию мороженого слишком завышена. Зачем платить за него в заведении, если можно купить намного больше в супермаркете по дороге домой? Если ресторан не предлагает мороженое собственного производства, выберите что-то другое или вообще не заказывайте десерт. В это время на кухне очень много людей. Персоналу приходится выносить заказ за заказом. Значит, из-за огромного количества посетителей работники будут меньше времени уделять деталям. Если хотите отметить праздник в ресторане, выберите день до или после конкретной даты, или просто перенесите ужин на следующие выходные. Но если ресторан закрыт на празднике, не спешите бронировать столик сразу после его открытия. Вам могут подать еду, которая долгое время хранилась на складе. А еще во время праздников можно приготовить еду дома и отточить свои кулинарные навыки. Если ресторан не специализируется на конкретных блюдах, лучше не заказывайте их. Например, вы захотели съесть стейк в рыбном ресторане. Мясо для него могло долго лежать на складе, поэтому постарайтесь выбирать более популярные блюда в предложенном меню.